Всем большой привет! С вами Лиза Трипскет. Добро пожаловать на вторую часть нашего видео про ремонт ванной комнаты в нашем доме в Лондоне. И в первой части этого видео я рассказывала вам о том, во что превратилась наша новая ванная комната и о том, собственно, чем мы вдохновлялись при дизайне ванной комнаты. А в этом видео я расскажу вам о том, как мы нашли рабочих и как вообще найти, где найти рабочих в Великобритании, сколько нужно заложить на ремонт ванной комнаты, сколько лично мы потратили на рабочую силу и на материалы, а также покажу, как происходил ремонт. Ну что, давайте начнем это видео! Итак, мы не знали на самом деле, во сколько нам обойдется ремонт ванной комнаты, мы знали только примерные цифры. И что мы сделали? Мы в интернете нашли несколько сайтов, где можно разместить объявления. Это так называемая биржа труда, где вы находите различных работников, мастеров, которые могут вам сделать ремонт либо всей комнаты, либо могут сделать конкретные какие-то задания. А сайт, с которым мы получили наиболее высокий отклик, называется mybuilder.com. Опять, название сейчас будет на экране и в описании этого видео. И там разместили задание на ванну и получили пять откликов. Интересным моментом для нас было то, что для того, чтобы получить примерную расценку на ванную комнату, вы должны пригласить человека к себе домой. Он придет поговорить с вами, оценит масштаб работ и скажет вам примерную расценку, во сколько вам обойдется ваш желаемый ремонт. Собственно, к нам в дом пришли три человека из пяти, с которыми мы договаривались. Из пяти, кстати, один человек прислал нам примерные расценки уже в интернете, уже тогда, и назвал нам сумму в пять с половиной тысяч фунтов только за ремонт, то есть без материалов. Нам показалось, что это огромные деньги. Знаете, что мы руководствовались только статьей, которую мы до этого нашли. Так что нам показалось, что это очень-очень дорого, и мы сразу этого человека отмели. Собственно, к нам, когда пришли еще три человека домой, все дали нам разные расценки, и мы выбрали того человека, который нам дал расценку на, по-моему, на тот момент было 2700 фунтов за работу. Что включало работа по дому? Работы было достаточно много, то есть нужно было полностью сбить весь кафель, который находился на стенах и на полу, нужно было демонтировать ванну и выбросить ее, нужно было демонтировать раковину, демонтировать унитаз, нужно было вместо ванной сделать душевую. Что нужно было сделать? Нужно было также еще перенести трубу для раковины чуточку, потому что раковина иначе была бы несимметрична, было бы слишком большое расстояние между унитазом и раковиной, это было бы некрасиво, поэтому трубу пришлось переносить. Нужно было провести в ванной комнате вентиляцию, потому что вентиляции совсем не было, и ощущалась очень сильная влажность, При такой высокой влажности и отсутствии вентиляции, это на самом деле очень благоприятная среда для образования плесени, поэтому мы не хотели рисковать и решили провести вентиляцию. Ну, плюс, конечно же, с точки зрения удобства, это удобнее. Нужно было также привести электричество к унитазу и к зеркалу. И что еще нужно было сделать? Нужно было также полностью положить мозаику на пол, и нужно было не на все, правда, не полностью, не все стены наклеить кафель, а на только две стены, где душ и справа. Там у нас тоже стена, а то не полная. В общем, также нужно было покрасить стены и установить новый светильник. То есть за все про все нам сначала сказали, что это обойдется 2700 фунтов, потом уже в конце нашего ремонта мы получили счет на 3300 фунтов за работу, поскольку были некоторые проблемы, как я уже сказала, в основном с трубами, с переносом труб, и это стоило денег, дополнительных денег, и плюс мы заплатили еще чуточку больше за материалы. То есть все-все-все работы обошлись в 3300 фунтов. И надо сказать, что качество работ нам очень понравилось, со исключением одного малюсикого момента, который был таким небольшим факапом. И перед тем, как я перейду к подробностям, я хотела показать вам, как происходил ремонт ванной комнаты. Всем привет! Сегодня мы встали в 7 утра, потому что строители, наши работники, пришли в 7.40. Сегодня у нас весь день работали контракторы, работники, и хотела показать вам ситуацию с ванной комнатой, и какие проблемы у нас возникли. Так, вот во что превратилась ванная комната. Сегодня был очень-очень шумный день, потому что сняли со стен буквально весь кафель. Также сняли кафель с пола и вынесли в ванну. И, в общем, много чего сделали. Отсюда тоже сняли кафель, убрали душ, и теперь такая большая пустая комната. Что случилось? Собственно, мы хотели из ванны сделать душевую. Купили специальный поднос для душа, и сюда должны были стекать, собственно, должна была стекать вода. Но, как оказалось, она стекает в ванне, как ее проектировали, не в пол, а стекает она в бок, вот в эту трубу. И именно поэтому сделали вот такой вот большой постамент. То есть будет такая небольшая ступенька, чтобы пойти в душ. Собственно, чтобы принимать душ, нужно будет вставать на вот этот постамент. Он будет еще чуточку выше за счет именно подноса, который мы купили для душа. Он будет сделан из какого-то камня, потому что ну очень тяжелый и черного цвета. Собственно, с трубой что они будут делать? Они будут вот эту вот закрывать часть и постараются ее сделать еще чуточку-чуточку ниже, потому что если бы они оставили ее так, то душ, наверное, пришлось бы вот этот постамент, пришлось бы снять вообще вот такого размера. И это, конечно, не идеально. И уже вот этот, собственно, постамент, он тоже несколько нарушил наш дизайн. Ну, что поделать, потому что дизайны мы уже тысячу раз отступили. Я уже не знаю, что, честно говоря, здесь получится. Посмотрим. Бюджет нам сказали, что будет 2800 фунтов, но каждый день, ну, сегодня был первый день, и сегодня мы уже обнаружили несколько вещей, которые нам нужно будет делать. Например, раковина стояла здесь, но нам нужно вот эту доску будет убирать и переносить ее здесь, чтобы она была симметрична, чтобы она не была вот так вот в углу. Здесь был такой непонятный промежуток. Здесь был туалет. То есть это тоже дополнительные 150 фунтов. В общем, 150 фунтов здесь, 150 фунтов там. И получается счет дороже, 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 дороже. Но за счет того, что мы не будем делать нишу в стене, то постамент, собственно, получился в ту цену, которую мы изначально планировали. То есть 2800, не считая, естественно, все материалы, которые тоже стоили достаточно дорого. Привет всем. Сегодня будет очередной апдейт ванной комнаты. Сегодня суббота. У нас 4 дня работали работники, и они еще придут на следующей неделе. Не знаю, сколько дней. Ну, за сколько управиться, они сказали. Что за это время было сделано? Собственно, отсюда убрали старый радиатор. Здесь они немножко принесли трубы. Потому что трубы изначально начинались... Собственно, они были намного ближе сюда. И если бы мы поставили сюда рак, оно было бы очень несимметрично. Собственно, они убрали старую деревяшку, которая здесь была, поставили новую. Сделали постамент, на котором будет стоять душ. Мы хотели, естественно, без постамента, но, к сожалению, из-за того, как проложены трубы, пришлось сделать именно так. Они также здесь сделали стену, потому что стена была в очень-очень плохом состоянии. Проделали дырку для вентиляции, что было тоже очень-очень важно. Приместили свет отсюда, где он раньше был, вот сюда. И свет мы оставили здесь. Мы не стали делать выключатель снаружи, потому что это было бы очень дорого. Ну, еще дополнительные 300-400 фунтов. Поэтому мы решили оставить вот такой вот, знаете, который за ниточку дергаешь, потому что по законам Великобритании внутри в ванной комнате не может находиться выключатель. Поэтому должна быть либо вот такая штучка, либо выключатель должен быть снаружи ванной комнаты. Ну, вот такие вот законы. То есть, собственно, душ. Здесь тоже вот проделали отверстие, тоже построили вот эту вот штуку. И на следующей неделе мы уже начнем, точнее, они начнут, и мы начнем делать пол. Пол мы выбрали вот такой вот викторианский. Изначально в дизайне у нас был немножко другой пол. К сожалению, та плитка, которая нам пришла, она была цветом троцит, а не черного, как мы рассчитывали. То есть, вот такой вот черный мы хотели. Она была такая серая, немножко как душевая кабина. Душевой, точнее, поднос, который тоже оказался серым, как вы видите. Мы тоже заказали черный, оказался серый. Ну, что поделать. В общем, дизайн, конечно, у нас будет совсем не такой, как мы хотели на фотографии. Но надеюсь, что все равно будет выглядеть намного лучше, чем было. Ну, и, естественно, все будет более новое, хорошее. И унитаз также поставили обратно. Вот. В общем, следующий апдейт будет на следующей неделе, наверное, в конце понедельника, потому что я рассчитываю, что в понедельник они действительно очень много всего сделают. И, как мне кажется, ванная комната будет уже обретать такой настоящий вид. Во время ремонта, да, постоянно обнаруживается какое-то большое количество проблем. Естественно, наши работники, контракторы дают нам различные опции, что будет дешевле, что будет дороже, как можно сделать. Мы выбираем обычно такие, либо иногда в некоторых случаях приходится выбирать дорогие опции, потому что они как раз-таки соответствуют тому, что мы изначально хотели. Иногда мы просто вот решаем делать более дешевый вариант, например, оставить вот такой вот свет, потому что, ну, не хочется платить дополнительные 300 фунтов, или там сколько, 200 фунтов за то, чтобы сделать свет снаружи. Просто потому что эти 300 фунтов можно потратить на то, чтобы кто-то нам наконец-таки уложил пол в спальной комнате, и можно было наконец-таки спать не на чердаке, а в спальне. Так что мы уже чуть... Да, я бы сказала, что изначально у нас будет бюджет был, да, работа, но только работа 2,800, но сейчас у нас уже получается больше 300-3400. Я надеюсь, что он не подойдет к 4 тысячам, потому что иногда тогда это получится очень и очень дорого. Всем привет! Обновление из туалета. Смотрите, как сейчас выглядит полностью почти что уложенная плитка в туалете. Остались только небольшие кусочки, которые нужно доделать. К сожалению, завтра один из наших работников не придет, поэтому будет его только коллега в одиночку. Я не знаю, успеет ли он уложить вот эту стену или вообще нет, поэтому ванна у нас затягивается, как мне кажется, еще и на следующую неделю. Всем привет! Хотела сделать апдейт по ванной комнате. Сегодня четверг, то есть нас делают ванную уже, сейчас скажу, сколько, 4 дня на прошлой неделе делали, и 4 дня сегодня, то есть 8 рабочих дней. Нам сказали, что работы по ванной завершатся во вторник или самое позднее в следующую среду, то есть осталось еще 4 рабочих дня, и надеюсь, что мы сможем, наконец, пользоваться ванной комнатой. Сейчас хотела просто показать вам, как идут работы и как она сейчас выглядит, потому что выглядит она очень-очень красиво уже, как мне кажется. Не совсем так, как мы изначально планировали дизайн, но, как я потом расскажу или уже рассказывала, не помню даже, что я уже снимала на эту тему, но, в общем, у нас случилась неудача с плиткой на пол, и поэтому нам пришлось в срочном порядке ехать и покупать новую плитку, и она была не совсем такая, как мы хотели. Мы хотели немножко другую плитку, но получилось все равно красиво, но не так, как дизайн, конечно же, но все равно неплохо. Давайте я сейчас вам покажу, потому что вы сами увидите. Вот уже уложен пол. Это такая настоящая викторианская мозаика, ну как настоящая, это плитка сделана под викторианскую мозаику, которую использовали как раз-таки в таких домах, как наш, то есть ванная вернула этому дому его изначальный, наверное, облик, если бы в нем была ванная комната, я не знаю, кстати, была она в нем изначально или нет, это нужно немножко посмотреть по истории этих домов, тут плитку еще не совсем доделали, но, в принципе, смотрите, уже ванная принимает облик ванной комнаты, также нанесли слой краски нам и что будут делать? Завтра будут делать, наверное, завершающие элементы с плиткой, также еще немножко покрасят, может быть, поменяют цвет и начнут устанавливать уже постоянно унитаз, тушь, ну и еще всякие завершающие моменты, вентиляцию, конечно же, вот, смотрите, дурка вентиляция. Вот так у нас проходил ремонт. Ну что, вернемся к основной части видео и поговорим о том, сколько мы потратили на материалы и на мебель. Если вас удивляет фон на заднем плане, то нет, мы еще не сделали ремонт кухни, это не наша кухня, мы сейчас находимся в отпуске, потому что у нас накопилось большое количество отпуска, и он сгорает, если его не использовать, поэтому мы сейчас находимся на Сицилии, в Италии, на недельку. По-моему, я снимаю видео отсюда, чтобы они выходили по плану. Естественно, кадры ремонта ванной я снимала заранее, до нашего отъезда. Собственно, мы достались довольны ремонтом, особенно качеством кладки, кафеля. Очень красиво положена кафельная плитка, очень хорошо ее порезали, то есть вообще никаких нареканий не возникло. Плюс еще очень важный момент, что мне очень понравилось в наших работниках, это то, что они сами знали все, что делать, то есть они скорее нам были как бы нашими такими консультантами в плане того, что мы можем сделать, а что мы не можем сделать. Я знаю, что распространено, когда вы нанимаете работников, вы просто им говорите, что делать, и следите, чтобы они все делали правильно. Мы просто показали картинку, как мы хотели бы это было сделано, а уже нас они постоянно сами звали и говорили, куда вы хотите зеркало. Мы говорим, ну сюда. Они говорят, нет, здесь не получится, потому что так, так, и так. Или получится, но вам нужно будет заплатить настолько-то больше. То есть они были нашими такими адвайзерами, консультантами, и сделали все идеально самостоятельно, без какого-то вмешательства. То есть мы их просто, можно сказать, оставили, и они все знали, просто были экспертами в своем деле, поэтому мы ими очень-очень довольны, и цена была намного, ну, не намного ниже, но, наверное, на 10 или даже 20% ниже, чем другие цены, которые мы получили за ту же самую работу. Так что я обязательно их рекомендую. Кстати, они говорят также на русском языке. Не в совершенстве, но хорошо, достаточно. Так что если вам интересны контакты людей, которые делали нам ремонт, напишите мне в личку или напишите мне в комментарии, напишите мне в Инстаграм сообщение, я вам дам их контакты. Я думаю, что они будут только рады. То есть я их не спрашивала давать, но я думаю, что они будут рады, потому что... Или пришли вам их профиль на этом сайте. Думаю, что они будут рады новым клиентам. Что касается стоимости материалов, то сейчас расскажу вам о стоимости материалов. Собственно, материалы нам обошлись достаточно дорого тоже, но потому что мы хотели сделать конкретный дизайн, и для этого дизайна нам нужно было купить товары, которые были в наличии в самые краткие сроки. То есть в этом случае выбор у нас был не такой огромный, и пришлось иногда покупать вещи, которые могли стоить чуточку дешевле, если бы мы могли подождать еще месяц или два. Например, кафель. С кафелем у нас вообще случился небольшой факап. Из-за того, что мы заказали кафель, который мы хотели им увидеть в своей ванной комнате, это были вот такие вот плитки примерно. И когда они к нам приехали, мы поняли, что они не черного цвета, а цвета антрацит. То есть они такие более серые, чем черные. И с нашим дизайном это, ну, никак не клеилось, потому что все остальное у нас уже было куплено. У нас были куплены черные краны, черный душ, черный радиатор. Поэтому бы ремонт не выглядел так, как мы хотели, мы вздумали. Поэтому нам пришлось буквально... У нас были, наверное, самые стрессовые 3 дня этого года, когда нужно было ездить просто каждый день в какие-то магазины и узнавать, есть ли у нас плитка, есть ли у них такая же плитка или нет. И такой плитки нигде в наличии не было. То есть она была, но там с доставкой через 3 недели. Это бы остановило нашу работу, то есть было бы невозможно пользоваться ванной комнатой 3 недели, плюс наши работники бы ушли и работали у кого-то другого, и, возможно, вернулись к нам только тогда, когда у них освободилось время. То есть это был бы точно не вариант. Поэтому нам пришлось с Хосе срочно сесть и пойти на какой-то компромисс, и купить абсолютно другую плитку. Поэтому единственная плитка из тех, которая была в наличии в магазинах, была плитка, которая у нас в итоге и получилась. И вот такая вегетарианская мозаика. Я могу сказать, что это не самая-самая моя любимая плитка. Я бы более наслаждалась той, которую мы изначально выбрали, но, к сожалению, она не была в наличии. И вот этот вот сфакап с плиткой, он вышел нам дополнительные 250 фунтов, которые мы потратили на плитку, потому что та плитка сера, которая к нам пришла, мы её не могли вернуть. Из-за магазина, в котором мы её купили, просто вернуть было невозможно, к сожалению. Поэтому мы сейчас думаем, что с ней делать. Отдать её кому-то, продать её кому-то. Наверное, скорее всего, попытаемся продать её на каком-то сайте Gumtrip дешевле. Но сам факт, что сейчас она у нас лежит и занимает место. Что касается других материалов, опять же, как я и обещала, я оставлю ссылки на те вещи, которые мы купили, в описании этого видео. Вы сможете увидеть, где мы покупали и что мы конкретно покупали. Возможно, вам понравятся там те же самые краны или, например, радиатор. Что касается цен, то самое дорогое, что мы купили для нашей ванной комнаты, это был туалет. Туалет, на самом деле, это была наша прихоть. Можно было купить обычный туалет. Он обошёлся нам бы с таким дизайном, который нам нравился, примерно 250-300 фунтов. Но мы решили купить туалет в японском стиле, с японским сидением. Это туалет, совмещающий в себе функции биде. Он также подогревает сидение. В общем, выполняет функции японских туалетов. Если вы когда-то были в Японии, вы, думаю, что видели такие туалеты. Мы узнали, что они продаются также в Великобритании. Ну, аналогичный вариант. И мы решили себе его поставить. Именно поэтому нужно было подвести электричество также к унитазу. Собственно, этот туалет обошёлся нам в 499 фунтов. Это была самая-самая дорогая вещь в ванной комнате. Вторая по дырковизне была... Вторая по дырковизне была... Был такой юнит, такой шкафчик для раковины, который шёл вместе с раковиной. То есть, эта раковина была на шкафчике. То есть, это вот такой вот юнит. Он называется Wash Unit. И он обошёлся нам в 329 фунтов. Но я знаю, что сейчас он на селе за 279 фунтов. Он сделан под натуральное дерево. Не знаю, с чего он сделан. Наверное, из ДСП, судя по ощущениям. Но выглядит красиво. Плитка нам обошлась примерно в 350 фунтов для пола. И плитка для стены обошлась нам в 170 фунтов. Это такие типичные Metro Tiles. Зеркало. Вот это вот стоило с кнопочкой сенсорной 200 фунтов. Это я говорю вам все цены, которые были на момент покупки. Возможно, если вы сейчас придёте по этой ссылке, цена будет отличаться. Потому что поставщики часто меняют цену. У них бывают распродажи. Они, наоборот, иногда повышают цены. Поэтому я говорю вам цены на момент покупки, которые я себе задокументировала в файле Excel. Поэтому они могут сейчас отличаться, если вы на них нажмёте. Что касается всяких материалов, которые мы покупали для того, чтобы положить плитку, которая называется adhesive и grout. То есть они все обошлись нам в примерно 400 фунтов, если учесть также краску, которую мы предоставили для покраски. И также краску для деревянной полочки, которую мы установили в ванную комнату. То есть на все материалы мы потратили примерно 400 фунтов. То есть я не учитывала там до каждой копейки. Я написала примерную сумму. Возможно, это там 330. Возможно, это 370. Возможно, это чуть больше, чем 400. Но вот примерная сумма, поскольку я не помню, если честно, потому что нам приходилось постоянно ездить и докупать, это 400 фунтов. Ванная комната обошлась нам в примерно 6,5 тысяч фунтов. То есть это, конечно, очень дорого, 6,5 фунтов. В пересчете на рублей это 650 тысяч рублей. И это мы еще не купили никакой декор. То есть купили какие-то растения, но декор основной не купили. Но я думаю, что больше 200 фунтов мы на него не потратим. Если учесть факап с плиткой и включить плитку, которую мы купили изначально и которая нам не подошла, то с плиткой у нас получится все 6,750. То есть уже эта сумма приближается к 7 тысячам фунтов. То есть достаточно дорого, да, это все обошлось. Но нам нравится, какой получился результат. Хосе вообще в восторге. Я, наверное, все-таки предпочла бы тот начальный вариант, который у нас получился, потому что мне безумно нравился пол. Но что поделать. Но мне все равно намного нравится результат. Намного больше, чем что было до этого. То повесим больше растений, повесим растения, приподвесим растения в горшках и купим несколько постеров. То есть я думаю, будет выглядеть еще лучше, потому что сейчас она, мне кажется, несколько пустой. Если вы мне спросите, стоило ли делать эту ванную комнату, оглядываясь сейчас назад, я могу сказать, что да, стоило. У нас был бюджет заложен на ванную комнату. Я могу сказать, что закладывали мы чуточку меньше. Я думала, что мы уложимся в 4 700 или максимум 5 000 фунтов, потому что в связи с теми материалами, которые мы нашли в интернете, о том, сколько стоит сделать ванную комнату. Но могу сказать, что по своему опыту, что нам ванная комната обошлась достаточно дешево, с учетом достаточно сложного дизайна, который у нас был задуман, потому что положить мозаику стоит очень дорого, потому что нужно резать почти что каждую плитку. Поэтому с учетом нашего дизайна она нам обошлась еще и совсем недорого. Если вы планируете ремонт ванной комнаты в Великобритании, и если вы хотите сэкономить, то что можно сделать? То есть на чем можно сэкономить? Во-первых, ну, можно сэкономить, естественно, на унитазе, не покупать японский унитаз, купить самый бюджетный унитаз в обычных магазинах. Тогда этот унитаз обойдется вам, возможно, самый-самый бюджетный, примерно 100-150 фунтов. Ракон тоже можно покупать обычный или купить wash unit за 100 фунтов, например, а не за 300. Если у вас есть в ванной комнате вентиляция, то это также будет большая экономия, то есть вам не придется проводить вентиляцию. И если вы не хотите менять ванну, то это тоже будет намного-много дешевле, если вы не будете там конвертировать ничего в тушевую комнату. А что достаточно дорого стоит? Достаточно дорого стоит укладка плитки. Но чтобы сэкономить, вы можете купить такие большие-большие плитки, которые покрывают достаточно большую поверхность, не знаю, размером там 35 на 35 сантиметров или даже 50 на 50 сантиметров. То есть вот такие большие плитки, и уложить их будет и быстрее, и дешевле. Но это зависит от дизайна. Если вы хотите какую-то супер уникальную дизайнерскую ванную комнату, если она у нас еще больше размера, чем наша ванная комната, то вам нужно, думаю, учитывать еще большие траты. Если вы хотите там какие-то покупать, там, Велерой, Бох или прочие краны очень хороших брендов, то тоже это будет намного дороже стоить, чем у нас. Возможно, вам придется потратить все 8, а то и 10 тысяч на ванную комнату. То есть предела нет. Если вы хотите мрамор, то это будет, конечно, стоить очень и очень дорого. Расскажите мне, делали ли вы ремонт ванной комнаты, сколько вам это обошлось. Интересно, сколько стоит ремонт ванной комнаты в других странах. И, конечно, зависит от ванной комнаты, но просто... А я с вами прощаюсь, и увидимся с вами в следующем видео. До новых встреч! Пока-пока!